В набережных Чулнах завершается подготовка к празднованию Крещения Господня. Традиционно окунуться в прорубь и набрать воды верующие могут в разных частях города. Но самая посещаемая остается и Ордань на Меликеске, возле храма Серафима Саровского. В этом году ее оборудовали по-новому. Об изменениях расскажет Эльмира Гайнудинова. Первое, что бросается в глаза, это фигура Архангела Михаила. В Чулнах такой снежной скульптуры высотой около 5 метров. И весом более 4 тонн установили впервые. Но ее изготовление потребовалось несколько дней. Снег для будущей композиции привозили из деревень и сел. При этом для автора работы было важно, чтобы осадки были свежевыпавшими и кристально-белыми. Снег утрамбовали в 5-метровый короб. На это ушло около трех дней. Фигурная вырезка заняла еще день. Трудно было делать, потому что практически я руками это вылепил. Потому что снег рассыпался, это одно. Эта скульптура весит 4 тонны. И под давлением вышла вода. И была опасность, что она завалится. Но быстренько я вырубил ее и облегчил. И поэтому вот такая красота. Планируется, что снежная скульптура будет с разноцветной подсветкой. И по замыслу художника Анатолия Пашина должна отражаться в купееле. Ее оборудуют ближе к берегу. Но фигура Архангела Михаила не единственное новшество. Обязательно будем делать большой крест. Может два, может по 50. Но сейчас мы вырежем лед. Они вырезают лед чистый. Из него будем ставить крест. Крест будет стоять. Сзади обязательно Архангел, потом крест. Работа на участке начала с самого утра. Сотрудники горзелинхоза вырезают будущий Иордань. В этом году она будет в форме креста. Лед неоднородный. Из прозрачных частей делают бортики купеля. Также здесь появится деревянный спуск с поручнями. Лед в этом году не имеет необходимой толщины и составляет всего 23 сантиметра. Вес добавляют и установленные фигуры. Сотрудники МЧС напоминают. Массовый выход на поверхность представляют угрозу для жизни. Освещение воды на Меликейске пройдет завтра. В 10.30 от храма Серафима Саровского начнется крестный ход. А вот Боровецкий родник осветят уже сегодня, в полвторого ночи. Эльмира Гаинудинова, Андрей Буслаков, Челны, 24.